В парке Горького идут активные работы по благоустройству. В первую очередь изменения затронут Пушкинскую набережную. На ней сконцентрируются на первом этапе в этом году. Также облагородят пионерский пруд и нескучный сад. Как будет выглядеть парк после обновления и что нового в нем появится, узнала Мария Панкратова. По его подобию, столицы еще десятилетия назад начали не просто благоустраивать, а полностью преображать городские зоны отдыха. От входа и до самого пешеходного моста все огорожено забором. В парке Горького роют котлованы и заливают бетон. Процесс масштабной перезагрузки в самом разгаре. Сама центральная часть парка Горького, конечно, требует нового взгляда, нового подхода и обновления. Особенно это касается Пушкинской набережной, которая в настоящее время из себя представляет просто большую полосу асфальта. Конечно, это уже не соответствует нашим подходам, стандартам, требованиям горожан. Поэтому мы затеяли крупную реконструкцию, которой шли несколько лет. Пустынную Пушкинскую набережную освоят и сделают местом всесезонным. Установят многофункциональные павильоны. Например, квартал – двор резидентов с большой смотровой площадкой, у которой будут светиться витражи. Прогуляться с детьми можно будет и до семейной гостиной, и попасть на большую круглогодичную площадку. Кроме того, создадут галерею художников с выставочными витринами и помещениями по творческим каворкингам. Все это – лишь первый этап благоустройства. Комплекс павильонов на Пушкинской набережной будет выполнен в виде большого корабля-лайнера. Общая площадь у нас в помещении будет больше 10 тысяч квадратных метров. Они будут соединены одной единой эксплуатируемой кровлей, по которой можно будет гулять, как по палубе корабля. И прямиком с палубы павильонов переместиться на пляж – еще одна важная составляющая городского благоустройства – сделать больше зон для купания. Одна из них – пионерский пруд. Сейчас это лишь прогулочная зона. Здесь будет пергола, закрытый навес, будут расставлены шезлонги, пруд будет наполнен водой, он будет купательный, вода фильтруется, за сутки проходит полный цикл очистки всего пруда. До 400 человек будет размещено здесь в летний период времени. Кардинально меняют и подход к организации активного отдыха. В нескучном саду точно будет весело. Всесезонный спортивный комплекс, в котором и тренажерный зал, и кафе с террасой ждут сотни москвичей. Ради таких изменений готовы стройку потерпеть. Конечно, временные неудобства есть. Вот нам сейчас приходится с сыном обходить, идем за младшим ребенком. Но видя результаты, каким становится вообще парк, после всего этого можно и потерпеть. Тут уже сколько москвичей, сколько детей. А если будет еще лучше, то еще больше будет людей здесь отдыхать. Я думаю, что все-таки к окончанию будет еще лучше, еще больше озеленения, еще больше зон, где могут гулять также дети, где могут выходить взрослые. Завершить первый этап комплексного благоустройства планируют в этом году. После перезагрузки появится еще больше вариантов для прогулок и спокойного отдыха. Вместе с парком Горького в этом сезоне в Москве обновят свыше 2500 объектов, 20 из которых известные крупные общественные пространства. Мария Панкратова, Маргарита Куликова, Артем Овчинников и Анастасия Андронова. Москва, 24.